здравствуйте друзья в эфире канал юрошворд и в рубрике два полковника и лейтенант и джак с вами капитан первого ранга в мс сша гарри юрий табак привет юр привет всем полковник вооруженных сил россии александр глущенко приветцы здравствуйте товарищ и таки старший лейтенант пиджак юрий демильфар из израиля итак мы начинаем но первый вопрос юр у меня к тебе скажи пожалуйста трамп еврей а почему он поступает как еврей сейчас я объясню тут оказывается американская разведка ну все то же самое злогатская цру выяснила что во всей этой коронавирусной пандемии виноват китай теперь трамп с него хочет денег но кто как не еврей может так поступить нет нет трамп он немец у него вот арийское то что называется ариец чистый ариец а его внуки все евреи это да все внуки евреи причем такие что называется чистокровные а вот ты не прав ты не прав это не он еврей это китайцы чего китайцы евреи я буду думать ну что ты не помнишь когда брежнев прилетел в китае вышел но это да горбачев горбачев приехал в израиль ну я продаю сколько купил это мне рассказывали рассказывали такие ребята которые врать бы не стали и они тогда это рассказывают как не анекдота как серьезную вещь что я сейчас буду рассказывать конечно как анекдот приехал горбачев он уже там уже в возрасте он же не президент он приезжает но решил заработать денег он ездит и дает лекции везде я на некоторых лекциях в америке был меня приглашали обычно они там дорогие он таким образом зарабатывает на жизнь себе и это все президенты как делают ну бывшие они ездят и дают какие-то лекции им за это плане зачем он решил поехать заработать в израиль приезжают в израиль туда приходят к нему представители из ротари клап бизнесмены и с его помощником разговаривают и они говорят мы бы хотели чтобы господин президент выступил завтра в нашем клубе ротари клап и мы будем вам очень благодарны только конечно с удовольствием выступление господина президента горбачева стоит 250 тысяч долларов и хорошо мы сегодня вечером вам дадим ответ вечером они ему звонят и говорят в общем мы тут посоветовались с нашим и мы оплатим его этот ужин уже бесплатный горбачева не надо будет платить за ужин но если вы хотите прийти с ним то вам придется заплатить за свой ужин все понимаешь блин нашел куда ехать зарабатывать куда ты поперз и зарабатывай ты дай бог чтоб ты ушел оттуда и знаешь как это крестьянский мальчик пришел к ледовать в еврейскую семью ушел с сейчас россияне выставили за гуманитарную помощь америки которые прислали это говно 660 тысяч долларов я не знаю для таких держав если ты уже объявил по всему миру что и послал в америку но я понимаю что путин наверно там не завязано в этом во всем это 660 тысяч долларов люди же не обсуждать не трамп и он такие суммы 660 миллионов долларов или миллиарда их уровня а там энергии то чиновники 600 выставили американцы не заметят заплатят поделим на 4 все нормально будет и будет звук в компьютере нормальный везде у нас каждый раз регулируем мы больше пытаемся время тратим как звук здесь устроить и как снять передачу чем саму передачу воровать надо научиться и все поэтому конечно трамп не еврей потому что он суется туда где денег он все равно не получит по любому способу по любасу не дадут ему скажут ну хорошо мы вам оплатим ваш утренний да и все остальное придется мы сейчас наклепали этих машин искусственного дыхания у нас теперь получается что у нас по две с половины машины на каждого аппарата сейчас будем раздавать китай в россии бесплатно все будем как обычно как джипы которые наклепали во время второй мировой войны джипы которые были наклепаны во второй мировой войне еще я ездил на них я ездил на них у моего дедушки был как он газон 67 а я ездил на то которые сделали во время второй мировой войны я был лейтенантом у нас еще были вот эти джипы на вооружение столько было много что не знали куда и девать потом вот этих амвис делали заменили заменили на нем еще ездил этот самый бельмондо из иностранных фильмов как моряк такой никакой из иностранных фильмов я смотрю только немецкие да но у нас сегодня еврейская тема теперь вопрос второй скажи а билл гейтс он еврей или нет билл гейтс похоже что может быть скрытный такой скрытный знаешь я знаю что он обрезанный это да я объясню к чему этот вопрос я не вникаю в такие интимные подробности откуда ты это знаешь но тут дело следующее потому что в те времена когда он был рожден а он был рожден в Соединенных Штатах Америки обрезали сейчас они тебя спрашивают хочешь не хочешь а тогда пупок и пиписка пупок пиписка пупок пиписка пупок пиписка это автоматически у всех мальчишкам делали как сложно оказывается жить в Соединенных Штатах но я тебе объясню была огромная проблема даже в 90-е начали приезжать рожать с Украины с России они здесь рожали они их не спрашивали раз ба-бах ба-бах и все они приносят потом а он обрезанный и вот они влетели все вот эти все в Украину в Россию все эти патриоты которые сюда приезжали а летят уже обратно с обрезками понимаешь скандалы были большие сейчас они уже должны подписать бумагу потому что судили там это крики стояли мама родная обрезали ребенка это что вы же могут за мусульманина и не дай бог за еврея принять да но мы возвращаемся к вопросу почему бил гейтс еврей Саня ты в курсе кто такой Никита Михалков не к ночи он будь помян Тоже еврей может мы? Нет тут хуже гораздо тут еще хуже рассказывает Никита Михалков выступая в своей программе Бесогон он сказал что Билл Гейтс запатентовал средства от коронавируса под номером 060606 это как сказал Никита Михалков это число дьявола и сослался при этом на откровение Иоанна Богослова в не к ночи будь помянутом апокалипсисе где три шестерки число зверя ну такую подлянку с тремя шестерками вот кроме еврея ну кто ее мог сделать? Я поэтому задаю вопрос Подожди 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 как программа называется ПИСКОГО? Не ПИСКОГО а БЕСОГОН 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 А разве можно употреблять в эфире слово ГОНДОН? Я не знаю Саня можно или нельзя? БЕСГОН 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 НЕХОРОШЕ НАЗВАНИЕ для программы БЕСГОН БЕСГОН Это раз Во-вторых Михалков конечно он человек высокодуховный Ну, во-первых, он коммунист, чего он вдруг верит в это, а во-вторых, идиот, идиот, переверни книжку, это 999, а не 666. Да, Сань, а маленький анекдот можно на это? Да давай, пожалуйста. Только я неприлично и не люблю. Ребенок уехал из Израиля, и папаша из Израиля, и ему говорит, так, ты чтишь день субботний? Сын ему отвечает, слушай, я не могу, потому что у нас по субботам работают офисы, нам нужно быть на службе, на работе, у меня не получается, я не смогу этого делать. Папа, извини, папа все-таки спрашивает сына, слышь, а ты еще до сих пор обрезанный? Нормально. Не, а логичный вопрос, что ты хочешь? Правильно, это нормально. Так а что я не понимаю, что он против Билл Гейтса имел, я так и не понял. Что Билл Гейтс за дьявола? Наверное, она крайняя плоть выросла, я так думаю. Ну, наверное. А вот, у Билл Гейтса или у... У Михалкова? А вот-то, Юр, вот я всегда знал, что газдеповцы зададут самый злогатский вопрос. А я не знаю, у кого из них выросла крайняя плоть. Может, у Михалкова? Я не знаю. Так вот, я и спрашиваю, в чем проблема? Чего Михалков-то расстроился? Ну, наверное, из-за числа зверя или из-за того, что у кого-то из них, двоих, у Билла Гейтса или у Михалкова выросла крайняя плоть. Я не в курсе. Ну, хорошо. Так расстраиваться на Халкова, он уже в возрасте человек, слушай. Не, но если в каком возрасте выросла крайняя плоть, это же плюс, я считаю. Это же не убыток, это прибыток. Ну да, не отрезали, а наоборот. Ну да. Ну, я понимаю это, особенно в России, это сильно развито. Вот товарищ Сталин, возьмем Сталина, да. Ведь люди думали, что он не только великий политик, великий полководец, он же и полководец был великий. Ну да. Он также был великий хирург, великий художник, он был великий, все, у него таланты были во всех отраслях, лучше его никто это сделать, вот там на сердце операцию сделать на открытом, он лучше бы это провел, чем хирург, потому что это было понятно всем. И я думаю, вот Михалков, так как он вообще из такой талантливой семьи исходит, там и папа, и дедушка, и всех у них был талант творческий, он где-то, видимо, решил, что он еще и талантливый. Юра, 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 лицо не трогай руками. А, врачи говорят, не надо. Нельзя, да. Такое красивое лицо не трогай, сложно. Они даже себе не могут представить, что эта гениальная мысль пришла к ним в мозг, чтобы там умереть. И они ее выставляют. Вот Михалков такой, у нас тоже есть такие актеры, там, Роберт Де Ниро, ну талантливейший человек, все. Но он талантлив, притворяться, что он кто-то другой. Он умеет подражать и притворяться, там, воином, мафиозником. Но он не таков, он наоборот, он такая плакса-вакса, он очень легко обидеть, он обижается, он творческий человек, хрупкая натура. Поэтому я думаю, что Михалков, чего он обиделся на Гейтса, а чего он на Гейтса обиделся, а не на Маска. Маск вроде сейчас летает и все такое. Ну, Йора, все впереди, в следующий раз он обидится на Маска. В следующий раз на Маска обидится? Ну, может быть, может быть, я не знаю, я бы, конечно, тоже так, знаешь, не могут у тебя быть. Потом еще надо понимать, что иногда природа на детях отдыхает, знаешь, это же природа все-таки. А вот у Михалкова это чувство отсутствует, и, конечно, нельзя исключать еще такую вещь, что все-таки, ребята, весна, 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 весна. Логично как, логично. И если вы посмотрите, как вот этот разговор, значит, и потом вот эта вот бешеная, значит, реакция на что-то, это, конечно, перепады, перепады, когда нейроны в мозгах, они должны так столкнуться, а они бах и промахнулись, понимаешь? Когда броня была крепка и в танке быстрый, летел по небу вражий самолет, Внизу по полю двигались танкисты, по направлению, кажется, вперед. Измотан враг таким передвижением, куда лететь сам черт не разберет. Ветри танкиста выпили по триста, ну а четвертый выпил восемьсот. Ветри танкиста выпили по триста, ну а четвертый выпил восемьсот. Броня крепка, как корка у арбуза, а экипажу в мире нет храбрей. Ведь пацаны со всех концов союза, татарина, чухча, русский и еврей. В эфире слышен только матрадиста, на подвиг срочно Родину зовет. И все ребята хлопнули по триста, а кое-кто осилил восемьсот. В лихой атаке, а землю сотрясая, разгромлен склад тушенки и вина. И с благодарностью танкистов вспоминая, не зарастет оттуда народная тропа. Ушли ребята дальше бить фашистов, но ни один в селе вам не соврет. Как три танкиста выпили по триста, ну а четвертый выпил восемьсот. Как три танкиста выпили по триста, ну а четвертый выпил восемьсот. Завезда светила в небе над Берлином, звезда для танка, слабый ориентир. Но чтоб с пути победного не сбиться, решение принял храбрый командир. Мы не уроним честь советского танкиста, не будем ждать, куда судьба нас занесет. Для ориентации как минимум по триста, а кто осилит, можно восемьсот. Для ориентации как минимум по триста, а кто осилит, можно восемьсот. Не раз от смерти уходили напевая, и возникали снова, как мираж. Не так страшна машина боевая, страшнее ее веселый экипаж. Сложили песню болотари и гармонисты, поет ту песню весь честной народ. Как три танкиста выпили по триста, но от четвертой выпил восемьсот. Как три танкиста выпили по триста, но от четвертой выпил восемьсот. Хорош, хорош, братуха, давай-ка. За победу, за нашу, все вместе, ну! Три танкиста, храин, пулеметчик, экипаж, машины боевой. Три танкиста, храин, пулеметчик, экипаж, машины боевой. Ребят, спасибо огромное за потрясающую беседу. Итак, друзья, с вами были капитан перворанга ВМС США Гарри Юрий Табах. Мир дома ваш. Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Вольно ухожу на самоизоляцию, как обычно, как обычно. И старший лейтенант Пиджак из Израиля Юрий Камильфар. Но я же, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью Рашворд. До встречи. Пока.